Всем привет! Поехали мы сегодня в сторону Нового Уткинска, Старого Уткинска. Тут предложила уже мама, поэтому мы посмотрим, что там есть. Сейчас она прочитает, мы вам потом расскажем. Свердловская область. Да, Свердловская область. Сегодня какое там у нас число? 5 июля 2020 года. Вроде как там что-то есть типа крупного завода, связанного с переработкой железа какого-то, да? Это, наверное, маленький заводик. А, маленький заводик? Ну, мама сказала, завод. Ладно. Ну и плюс там вроде как есть какие-то гоуры. Не знаю, мама говорит, там красиво, она фотки смотрела. В общем, посмотрим. Дотуда нам 200 километров. Мы сейчас выехали из Снежинска. Ну и, в общем, трассу М5, я думаю, снимать не буду, потому что много раз уже снимал, поэтому едем туда. Подъезжаем к городу Екатеринбург, примерно 20 километров. Всего уже 80 километров, приехали 88. Сейчас вот тут приложение устанавливаем DJI Fly, DJI Fly, в общем, для, как он называется, это Mavic, для Mavic Mini. Потому что запускали с братовского телефона. И тут папа напомнил, что надо же переложуху установить. Вот сейчас устанавливаем, пока связь есть. И, в общем, паза пускаем, где-то найдем. Прозезать мы будем, получается, Екатеринбург и город Первоуральск. Дальше пока не знаю. Дальше Первоуральска у нас еще не разведана. Въезжаем в город Екатеринбург. Сразу же у нас тут камера на 60 стреляет. Ну и сейчас мы, ну, совсем маленько по Екатеринбургу проедем. До объездной, получается. Потому что Екат они еще не достроили. То есть оно кольцом не соединено пока, к сожалению. И вот Екат, когда достроят, будет вообще классно. То есть до сюда доехали, выехали на Екат и на Пермский тракт. И была бы красота. Но сейчас он пока не робит. Поэтому, ну, по другой объездной поедем. Чтобы на нее выехать немного по городу придется проехать. Кстати, цены на бензин начали дорожать уже. На сегодняшний день у нас на 20 копеек подорожал. 95, 43, 70. Тут 44, 95. Ну, вот всегда, чем севернее, почему-то Сырловская область бензин дороже. Чем у нас в Челябинской области. Вот так вот. А вот Екат строят. И здесь он должен соединиться. Сейчас будет поворот направо. Это исток. Как раз Екат тоже беззнаю. Там вторую полосу строят. Такая развязочка здесь будет. Хорошенькая. Уже дошли. Это радует. Там, голову, с горы такая дорога вон будет. Классно. Проверяем красивые домики города Екатеринбург. Это начало. Прямо возле реки домик стоит. Возле реки исток. Сейчас, короче, пойдем мы на развязку. Сделаем вот такую финтифлюху. Чтобы нам как бы развернуться в другую сторону. Сейчас посмотрим, как будет. Сейчас уходим. Но, блин, этот бегемот-то дизельный направо уходит. Вот они, ушки-чебурашки. Сейчас мы вот по мостам так же проедемся. Ай, вонючка какая. Надеюсь, он не поедет направо тоже. Так, где-то здесь поворот. А здесь вот этот мост, я помню, на шестерке колесо чуть не оторвало. Да, то есть дырка была. Блин, этот засанец тоже направо едет. И мы вот здесь стояли. Это, ребят, вспоминаю просто на шестерке давно-давно. Лет, наверное, 20 назад. Когда еще дороги плохие были. Совсем плохие, дырявые. Сейчас-то уже трассу, конечно, сделали. И в городе более-менее. Скажем так, в городе Екатеринбурге дороги лучше, чем в Омске и Новосибирске. Это по-любому. Угу. Про камень наобил, чем молчу. Там нет дорог. Недавно, кстати, смотрел этот Колян 86, как раз дальнобойщик там ехал. Он весь перематерился. Говорит, это что, бомбежка, что ли, была? Ой, от него еще что-то валится. Смотри, он, блин, перед нами едет специально. Сейчас тоже направо. Угу. Понимаешь? А мы его сейчас там обгоним. Даже вот прямо сейчас его обгоним. Так. Подальше от него. Ты, по-любому, соскучит. Но, каточек прокатится. Так, все. Выехали на объездную. Там пусто. И поперли по прямой. Поперли по прямой. Что там по прямой показывает? 7,6 километров. Ну и нормально. Объездная города Екатеринбурга. Проезжаем Икею. И такой торговый район города Екатеринбурга на выезде. Торговый комплекс Мега Икея. Гипермаркет Леруа Марлен. Чусовский тракт там налево. Чусовской. Чусовской. Чусовское озеро вон. Микровайон Палникс. Кстати, мы там не были, по-моему. Выезжаем на Новомосковский тракт. Ну, либо еще можно зайти в Пермске, потому что в сторону Перми. Кстати, дорогу в Пермь мы летом снимали, тем летом. Здесь даже ролик будет в описании. Ссылочка на него. Так, ну и по Новому Московскому тракту нам пилить до поворота на Первый Уральск, собственно. Ну и туда поворачиваем. Дорога, в принципе, здесь нормальная. Да, вначале даже широкая. Ну и ровная. Поэтому, в принципе, доедем, я думаю, быстро. Эх, к сожалению, не повезло. Дождь пошел. Если дождик будет надолго, то, конечно, нам не запустить нашего майка. Ну, в дождь, потому что опускать нельзя. Ну ладно, пока едем до Первого Уральска. Будем надеяться, что все-таки дождь прекратится. Кстати, проезжаем Европу-Азию. Это граница, да? Европа-Азия. Стоит тут мемориал такой. Или как его правильно называть? Стелла. Пахнет, кстати, гудой этим асфальтом, по-моему. Ну, проехали буквально 10 километров, наверное, подождем. Потом резко пац, и все. Сухонько. Так, наш поворотик Первого Уральска. Направо, Пермь, прямо в Первом, нам не надо. Мы там были. Я как помню, то на Уральске, по-моему, дорога плохая была. Да? Не было на Уральске, по-моему, дорога. Ой, по Первому Уральску. Дорога вообще ни о чем была. Сейчас проверим. Первого Уральску. Привет и всем, кто из Первого Уральска. Приезжаем в этот город. Первый Уральск. До 1920 года Васильевско-Шайтанский поселок. Административный центр городского округа Первого Уральска. Город областного подчинения Свердловской области России. Четвертый по численности населения город Свердловской области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменского, Уральского. Также распоряжение правительства номер 1398-го, бутылочный перечень моногородов, включен в категорию моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Первый Уральск находится в центральной части Евразии, в 1627 километрах к востоку от Москвы и в 40 километрах к западу от Екатеринбурга. Климат Первого Уральска умеренно континентальный, с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонными года с холодной зимой и теплым летом. Средняя температура воздуха в Первый Уральске по данным многолетних наблюдений составляет 1,9. Самый холодный месяц в городе Январь, температура от минус 10 до минус 30 градусов. Самый теплый месяц июль, средняя суток, средняя температура плюс 19 градусов. Погода устойчивой положительной температуры устанавливается в среднем в конце марта-начале апреля, а устойчивой средней температуры ниже нуля в конце октября-начале ноября. Значит население 2020 год 120 778 человек, начиная с 2014 года идет убыль населения и она уменьшилась примерно на 4800 человек. Первый Уральская промышленность это производство труб, огнеупоров, соединения хрома, стройматериалов, сварочного оборудования. Ну основные предприятия города Первый Уральский новотрубный завод, Первый Уральский динасовый завод, Уральский трубный завод, Русский хром, Первый Уральский завод горного оборудования, Первый Уральский завод по ремонту горного оборудования, Уралтяж трубстрой, Первый Уральское радиоуправление, Первый Уральский завод комплектации труб проводов, завод строительной конструкции деталей, Уральский завод стеновых панелей, Первый Уральский завод сантехизделий и так далее. Через станцию Первый Уральс Свердловской железнодорогой проходит Транссибирская магистраль, связывающая Екатеринбург с Пермию, Санкт-Петербургом и Москвой, Курский вокзал и Ярославский вокзал. Первый Уральс – крупный культурный центр Свердловской области, имеет развитую инфраструктуру. В городе действует инновационный культурный центр, это вот это колесо, которое вы видите на экране, в котором проходят музейные выставки, концерты российских звезд, прямые трансляции Свердловской областной филармонии и многое другое. Централизованная библиотечная система города включает центральную городскую библиотеку и 17 библиотек филиалов, как в самом городе, так и в ряде ближайших поселков. Основные музеи – исторический музей Первый Уральск, Первый Уральский музей восковых фигур, музей историйного трудного завода, музей трудовой и боевой славы Первого Уральска, работа и театр драмы «Вариант» и несколько театральных студий. Первый Уральский театр танца «Авиатор» в ТРЦ «Строитель», Первый Уральский детский театр эстрада «Изюминка» и театральная студия в ДК ПНТЗ. Кинотеатры «Гауксо» и «ИКЦ», кинозал «Сфера восход», есть дворцы культуры, дворец культуры новотрубного завода, дворец культуры «Огнеупорщик», «Хромпик» имени Ленина и «Дом пионеров». Работают контактные зоопарки «Радуга» и контактный зоопарк в ТРЦ «Мекополис», а также парк «Хаски». Парки представлены центральным городским парком, парком культуры «Хромпик» и лесопарком «Корабельная роща». Из образования здесь имеется Первый Уральский политико-техникум и Первый Уральский металлургический колледж. Ну, в общем, на этом всё, едем дальше. Ну, вы сами всё видели, навигатор нас провёл по городу, макдаков никаких мы не нашли. Соответственно, ну, сейчас в магазин заедем, венка все купим. Не, ну, пятёрочку, да что-то какая-то пятёрочка уставшая, маленькая. Не хочу в такую. В общем, сейчас по пути в какой-то магазин идём, там кефирчик, булочка, всё как полагается. Вроде всё как обычно. Вот, сейчас мы едем на выезд. И нам ещё до какой-то деревни, я забыл, как она уже называется, я вообще забыл, куда мы едем. Уткинс. Что-то Новый Уткинс, какие-то там старый Уткинс, но, в общем, 30 километров осталось. Заехали в Билимбай. Такой видок красивый. У меня погода не солнечная прям. Так, надеемся, что здесь, возможно, есть магазин. Нам нужна пища Билимбай, 1734 года. Основание, так это что-то старенький, да. Но что-то как-то не видно, что прям он развёлся. Такие вот поднооттажные домики обычные, какие-то. Билимбай. Когда дорогу на есть, там типа мост. Так, ну где магазин это? У дороги, как говорится. Кружить-то никуда не ушло, хочется. Дорогу вот это делают. Смотрю, тут заправка будет, аптека будет. Продукт у нас слишком маленькая. Ну да, это что-то киосик. Киосик, ну аккуратненький, правда, но киосик. Слушай, ну Билимбай-то какой-то такой прям продолжительный. Деревень продолжительный, как говорится. Ребят, купили кучу всего, бананы, кола, но это мне такие булочки, вроде свежие. Вот такие шурки творожные, непонятные. Как витаминка какая-то. Йогурты. Ну вот йогурты, я так понимаю. Местные поди йогурты. Изготовили акционерам. Богдановичский городской молочный завод. Нет, Богданович. Нормально. Сэндвич. Приятного нам аппетита. Короче, перекусили. Йогурт более-менее понравился. Моям, правда, не понравился. Жидкий, говорит. Ну там жирность маленькая. Ну мне ничего. Короче, сындвич полная, да? Ну, фигня. В общем, с ветчиной и сыром, но такое ощущение, что просто один хлебешь. Безвкусный. Ну да ладно, короче. Бананом еще закинулись. Ненормальным столом. Поэтому едем дальше. Что это Пугульма у нас или когда? По-моему. Белимбай и Пугульма, что-то такое знакомое тоже. Ой, полицейский. Все, Белимбай, пока. И звездная какая-то. А, точно, и звездная. Деревня на деревне. Да, вот. Да говори, говорит, что ты... Да ты не снимай стал, я опять не знаю, как говорить. А, про курицу? Слушай, батарейки нормальные, заряжаются. Нормально. Да все, и привет. Из Белимбая. И из звездного. Остался какой-то шнурок там. Какой-то зерно накопитель непонятный. Ладно, едем дальше, что-то промышленность какая-то есть. Железная дорога, я так понимаю. Отвалы. Как всегда. Отвалы, да. Столовая самобраночка. Справа у них, кстати, здание. Пятиэтажечки. Жилые дома. То есть... Ну, вот видите, да? И как бы... Не одноэтажный поселок. Смотрите, мы еще не выехали. А, нет, известно. Извездное выехали. Въехали в Пятинка. Но она слева где-то останется. Судя по карте. Мы, наверное, не увидим. Хотя тут домики, вон, есть красивые. Будем. Ремонт. Ага. Проезжаем какие-то совхозы. Вот тут реально, кстати, ребят. Все вот прям населенный пункт. На населенном пункте прям сидит. Слушай, какие-то странные штуки. Главное, в земле построены. Но... Интересно. О, нифига там. Там что у нас? Туман или это дождь? Да, строжки. Мы сейчас туда как раз и поедем. Нормально. Река Черемшанка. И все белым-бело. Что тут бывает, интересно. Крылосово. Что-то же возят куда-то туда. Среды доведут. Блин, дорога, конечно, здесь уже испортилась. Притом прилично. Прогресс какой-то. Ребят, дворники. Миду. Мидо. С Китая. Вообще не советуют. Мы заколебались. Уже так на нервы здесь. Вот реально. Скрипит и скрипит. Этим дворникам, блин, месяц, наверное, всего. Так, Староуткинск, 3 километра. К нам направо. Квадрик точно не поспускать. Так, Староуткинск, 1729 года. Всем оттуда привет. Даже новую дорогу положили. Так, едем. Справа, видимо, это рука часовая. Увидели тут интересное место. Что это? Гребешки. Что за гребешки, интересно. О, классно. Прямо море практически. Там машины стоят еще. Тема. Смотрите, какая красота. Там, я так понимаю, туман плюс дождь. В общем, вообще красивые виды. Люди на лодках вон катаются. И рыбачили, видимо. Ну и дождик льет. Чуть-чуть. Тут уже хотели выезжать. Еще одно местечко нашли, где можно сфоткать. Показать. Красоту местную. Водоем этот называется Староуткинский пруд. Посмотрели по навигатору. По Яндекс.Картам. Блин, ну вот сейчас погода была бы нормальная. Только вид только классная была. На, заезжаем в Староуткинск. Староуткинск. Снова в 1729 году. Это, ребята, река Чусовая. Почему-то там вон деревья поваленные. Как будто какой-то ураган прошел. Ну, кстати, она не такая чистая. Река-то. Но куда-то бежит. А на этом, ребята, все. Значит, в следующей серии наперед говорю, что мы запустим все-таки квадрокоптер. Наш Мавик. Погода улучшится. Кадрики будут интереснее. Собственно, поездим по Староуткинску. Потом поедем в Новоуткинск. Там тоже есть пару интересных мест. Там тоже запустим квадрики. Уже полюбуемся красотой в более-менее нормальную, хорошую погоду. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто смотрел. И всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok